В школе номер 56 среди учеников проходят открытые уроки, посвященные скорому празднованию Дня Победы. Мы побывали на занятиях 9-го Б-класса. Ребята принесли фотографии своих родных и знакомых участников Великой Отечественной войны, чтобы рассказать историю одного человека, на долю которого выпало жить в те страшные времена. Это Фадеева Татьяна Александровна, это наш ветеран. Она живет в доме, это моя соседка. Она очень важна для меня, потому что она также относится к Великой Отечественной. Я очень горд за нее, потому что я познакомился с ней и живу с ней в одном доме. Это моя бабушка, я все детство провела рядом с ней, очень хорошо ее знаю, но она никогда не рассказывала мне о войне, и когда она умерла, рассказал мой отец. Она была тружить цветы, и когда началась война, ей было всего 10 лет. И я даже не могу представить, каково маленькому ребенку в такое ужасное время. Это мой прапрадед Харюкин Сергей Кузьмич, летчик. Я очень горжусь им, он прошел всю войну, у него было много медалей. Я, конечно, не знал его, он умер еще в 1970 году, еще до моего рождения. Но я очень горжусь, что у меня есть такой отважный родственник. Для самих ребят эти занятия очень важны и крайне полезны. Они искренне гордятся своими родными и близкими. Как стало известно, в этом году в параде Победы примут участие те, кто зарегистрирует фото своих родных ветеранов. И ученики школы 56 с удовольствием пронесут в торжественном шествии черно-белые, дорогие сердцу и памяти фотографии. Кстати, на такие классные часы традиционно приходят и сами ветераны. Тяжело эти дни вспоминать, сами понимаете. И она внесла много наших милых, дорогих, родных и близких погибших. И я поздравляю учителей вашего класса и школы за то, ребята, за то, что они вам дают, чтобы вы хоть что-то запомнили, стараются всякие мероприятия проводить. 9 мая они будут в одних рядах. И те, кто выжил, и те, кто закрыл с собой победу, еще не зная, когда она придет. И каждый павший для нас – это легенда, образец того, как надо любить родину и народ. Любить страну даже ту, которую никогда больше не увидеть. Редактор субтитров А.Семкин